Добрый вечер! Мы с Валерием уже на протяжении нескольких последних месяцев делаем такой мини-сериал в рамках нашей программы «Цена победы», посвященной Курской дуге, посвященной Курской битве. Но оно и понятно, во-первых, это действительно крупнейшее событие, одно из крупнейших событий Второй мировой войны, во-вторых, юбилей, 43-й год, 2018-й, сотворили эту победу. Мы уже очень многое рассказали в нашей программе, и вот мы уже рассказали и о отдельных героях, мы рассказали о Прохоровском сражении, мы рассказали в целом о значении Курской битвы для Великой Отечественной Второй мировой войны. Мы, на мой взгляд, очень интересно рассказали про двух выдающихся полководцев Курской битвы Николая Ватутине и Константине Рокоссовском. И сегодня мы продолжим наш такой мини-сериал про Курскую дугу. Мы поговорим про танки. Мы поговорим про танки. А почему про танки? Потому что с каждым великим сражением Второй мировой у нас что-то ассоциируется. Например, с Московской битвой мы чаще всего ассоциируем морозы и панфиловцев. То есть, у нас такой образ героя панфиловцев, экстремальные морозы, зима, замёрзшая Москва, немцы, обмотанные каким-то тряпьём, мы их бьём в контрнаступление и так далее. Со Сталинградской битвой у нас ассоциируется, наверное, развалины Сталинграда, ассоциируется дом Павлова, героическая оборона, Мамаев курган, сдача Паулюса, потом этот знаменитый был проход пленённых немцев по Москве, который попал в кинохроники и так далее. Ну, это уже после 44-й год. А с Курской дугой, вот спроси с Курской дугой, первая ассоциация – танки. Ну, это… Ну, скорее всего, так. Да, да. Я прав или нет? Да, совершенно. Танки. Сразу возникает образ танков – тигры, пантеры и так далее. Поэтому мы с Валерием Замулиным, когда думали, о чём мы сегодня расскажем, мы вот решили рассказать о танках. И вот мой первый вопрос такой детский, наивный, дилетантский к Валерию Замулину. Валерий, кстати, давайте мы воспользуемся случаем, и вы прорекламируете свою книгу, которая только что вышла или вот выходит, потому что очень много нам пишут, что где почитать, как почитать. Расскажите про свои книги, вот про свою самую новую книгу, она как раз посвящена Курской дуге, а потом поговорим про танки. В этом году у меня ожидается выпуск целых, несколько книг, уже в том числе на русском и на английском языках. В этом году вышло, на русском языке вышло в прошлом году переиздание «Прохоровка. Неизвестные сражения и Великой войны». Как раз про прохоровское танковое сражение. Абсолютно точно. В этом году на английском, уже переиздание этой книжки, там ее чуть-чуть подправил, изменили. Вышла книга «Мифы и легенды огненной дуги». Это очерки, которые я готовил вместе с своим сыном. Кстати, он тоже защитил диссертацию кандидатскую по истории Курской биты в этом году. Начинает делать первые шаги в исследовании ее. И мы написали книжку «Мифы и легенды огненной дуги». Где основные сюжеты, вы как раз, те, кто интересуется этой историей, основные проблемы вы отразили. Основные проблемы и самые такие спорные моменты. Мы попытались дать свою оценку этим событиям, прежде всего, на основе документов, материалов, которые в последнее время стали рассекречиваться Министерством обороны России, и стали доступны трофейные документы и так далее. Это две книги потом, но было буквально недавно, в сентябре, издательство «Яуза» переиздало мою книгу «Забытые сражения огненной дуги». Это о событиях под Белгородом в полосе 7-й гвардейской армии. Книжка уже, это четвертое издание, дополненное. Мне кажется, оно получилось. Поэтому я обращаюсь к нашей аудитории, потому что мы, конечно, физически с Валерием Замулиным не можем все рассказать в рамках наших коротких достаточно программ, но те из вас, кто хотят поглубже почитать, побольше прочитать, побольше узнать про курскую дугу, вот Валерий сейчас вам назвал свои книги, в том числе только что вышедшие, вы можете их приобрести и более подробно читать то, о чем мы говорим в наших эфирах. Я еще хочу обратить внимание, вот в ноябре готовится к выходу первый том двухтомника. Двухтомник будет посвящен планированию Москвой и Берлином Курской битвы. Вот, это очень важно. Мы, кстати, в одной из наших первых программ мы об этом рассказывали, о том, как готовились стороны, и в частности, как готовилась наша ставка Верховного главнокомандования к летней кампании 43-го года. Да, я думаю, вот наше уважаемое издательство «Яузо» порадует в ноябре первый том выйдет, практически он вышел, когда он готов. Эта книга будет посвящена планированию подготовки операции «Цитадель», подготовке для нее войск. А теперь возвращаемся к моему детскому дилетантскому вопросу. Валерий, справедливо ли, что курское сражение с 43-го года в первую очередь вызывает у нас ассоциацию с танками? Насколько это обосновано, с Вашей точки зрения, как профессионала и справедливо? И вообще, как так вышло, что курская дуга у нас ассоциируется, прежде всего, с танковыми сражениями? Безусловно, бронетанковые соединения, объединения советские и немецкие сыграли в ходе курской битвы и его первого этапа, второго этапа очень важную роль. А в 41-м году Манштейн и наступление танковое? Нет, это масштаб использования этих соединений и концентрация сил на отдельных направлениях. Вот пример. Официально, 5 июля 43-го года Центральный и Воронежский фронт имели в своем составе 3759 танков и 150 самоходных установок. Если сравнивать со Сталинградской, с Московской, это намного больше. Плюс, никакие тут сравнения вообще. Даже невозможно сравнивать, да? Да, это получается около 4 тысяч, 3 900. Огромная сила. За ними стоял степной военный округ. 2005 танков. Еще 2000 танков. То есть, получается, что почти 6000 к началу курской битвы. А у немцев? У немцев с юга планировалось ввести 1464 бронеединицы этой танки и самоходные орудия. С севера готовились нанести удар по Центральному фронту сил 9-й армии, имевшая и резерв для развития успеха, который был запланирован численностью 947 танков и самоходных орудий. Ну, то есть, там более 2000, то есть, тоже огромная сила. Но это плюс в ходе последующих боев с других фронтов, в частности, с Юго-Западного фронта, начали подтягиваться другие танковые соединения. Практически к входе курской битвы советская сторона задействовала около 9500 бронеединиц. И это беспрецедентно. Такого раньше не было никогда. Да, да. Причем не по всему фронту. А именно на участке. Да, и давайте вспомним, ведь Сталинградская битва, наше полгода практически, с лета и до февраля, а Курская битва 50 суток. И вот за эти 50 суток были использованы такие силы, в том числе и бронетехники. А можем мы сказать, Валерий, что и советская сторона, наша сторона, и немецкая сторона стянула практически все, что у них было. Немецкая – да, а советская – нет. Еще было. Колоссально. А в том-то и дело. А немцы стянули практически все, что у них было. Да, да. Это была как бы только последняя оставка Гитлера. Ну, критикую выражение «Лебединая песня» бронетанковых войск противника под Курском. Ну, это в значительной мере это так. Готовясь к наступлению, вот к операции «Цитадельта», к пусковой операции, к Курской битве, немцы сосредоточили все, что могли из бронетехники, чтобы совсем не галять. Все, что… Ведь «Цитадельту» Гитлер переносил несколько раз, из-за чего он четко мотивировал, из-за того, что немецкая промышленность не сумела вовремя подготовить не только бронетехнику для пополнения линий, ну, танки Т-3, Т-4, для пополнения обычных дивизий, да, но и не подготовила в том количестве, которое он отдал приказ подготовить, новые танки, которые как бы прорыва, ну, грубо говоря, «Пантеры», «Тигры» и так далее. И именно из-за этого переносилось несколько раз начало «Цитадели». Валерий, поясните еще и мне, и нашим слушателям, почему именно на танки, почему именно на новые модели танков был сделан упор и немцами, и нами? Вот в чем качественно отличалась ситуация с 43-го года, с 42-го и 41-го? Ведь танковые колонны, моторизированные дивизии немцы применяли уже и во Франции. Вот что качественно изменилось в Советском Союзе? 41-й год, эти прорывы, когда там десятки километров в день проходились благодаря вот этой моторизованности и танковой технике. Но что качественно нового было в этом смысле в 43-м году? В апреле 43-го года, когда Манштайн улетел в Германию, у него там проблемы со здоровьем были, он все равно планировал, а он был одним из архитекторов операции «Цитадель». Он писал письмо Гитлеру. Он в целом, насколько я понимаю, был теоретиком танковых этих соединений. Нет, теоретиком у них был Готт и Гудериан. Это, прежде всего, Гудериан, это отец немецких брейнеров. Манштейн был такой очень опытный практик. Да, это был командующий фронтом, то есть объединением, группа армии. И вот в апреле он написал письмо Гитлеру, которому говорил, что мы вот сейчас, по-моему, 18 апреля, вот сейчас мы должны все силы бросить для подготовки «Цитадели», чтобы она была успешной. На что Гитлер потом сказал, солдатами мы ничего не сделаем. Наступать надо у нас их, и так мало. Он понимал, что стратегический Советский Союз многократно превосходит Германию по живой силе. Поэтому ставка была сделана именно на бронетехнику. Главное, нужно подготовить бронетехнику. Валерий, а сразу задам вопрос. А в воздухе уже было наше господство или еще нет тогда? Нет, нет, нет. Было равенство сил или было все-таки преимущество у немцев летом? Советские историки считают, что в ходе Курской битвы было завоевано превосходство. Именно в ходе битвы? Да, в ходе Курской битвы. Но я бы сказал, я думаю, что есть люди, которые занимаются авиацией, историей авиации, в том числе применением советских ВВС в ходе Великой Отечественной войны. Они могут меня поправить и лучше знают. Но мне кажется, что в меру того, что я видел документы, изучал, анализировал, мне кажется, что превосходство наше завоевали в воздухе. Вот как в Курской битве. Курская битва Днепр. Вот в этот момент, да, пришел перелом, потому что, во-первых, противник был остановлен, значительно обескровлен, наснесен был такие потери и в воздухе, и на земле, и в живой силе, что восстановить их быстро уже просто было невозможно. Поэтому и все покатилось. К тому же уже в это время союзники вовсю бомбили немецкие военно-промышленные центры, шло разрушение немецкого ВПК, им все труднее было восполнять, им было все труднее восполнять и артиллерию, и танки, и авиацию. В том числе и эта проблема. В том числе. Надо понимать, что тут вот еще какой момент. Вот мы говорим с вами на протяжении всех передач Сталинград. Надо понимать, что Сталинград – это два фактора, которые, на мой взгляд, я могу ошибаться, но мне кажется, вот эти два основных фактора, помимо того, что Вермахт поднес там колоссальные потери, до этого ни разу не... Стотысячная группировка была. 90 тысяч там рукопленных. Но вот для нас Сталинград, первое – это психологический, ну, как бы мы психологически возродились. Психология победителей. Армия, да, в Красной армии появилась вот этот «мы можем». Это очень важно, особенно в армии, вот мы можем. Вот мы можем. Это первый психологический момент. И второе – войска, которые, прежде всего, войска, которые там действовали, они научились обороняться по-настоящему, налаживать взаимодействия, использовать и так далее, использовать местность, условия и так далее. Вот они, эти войска, придя под Курск, они показали вот это свое мастерство и так далее. Но нам предстояло учиться наступать по-новому, по-настоящему, налаживать взаимодействие, помогать соседу, просить у него помощь. То есть, вот работа, чтобы военной... Работа в наступлении. Как это умели управлять войсками и работать немцы, наш противник. И вот эта учеба... Как раз, мне кажется, они оборону меньше понимали. Как раз наступление-то у них было отработано. Да, вот эту учебу мы, войска Красной Армии, начали активно учиться в ходе второй фазы Курской обеды, в ходе наступления. И несмотря на упорную оборону и победоносную Курскую оборонительную операцию, наступление и на севере, это против Орла, на Орловской группировке, противника и Белгородского, Харьковского, шло тяжело. Очень тяжело. И с большими потерями, причем потери Воронежского, среднесуточные потери Воронежского фронта, Белгородская, Харьковская наступательная операция просто зашкаливали. 7,5 тысяч личного состава в сутки. Да, это огромные потери. И в том числе... Были наклоны, наложились на это и планирование ошибки, и спешка, и так далее. Но в том числе и умение воевать в наступлении. Вот когда мы научились взаимодействие налаживать, воевать, наступать, вот у нас тогда и получилось. Вернемся к танкам. Вопрос вот какой. Немцы знали о том, что на стороне Красной Армии такое огромное превосходство, численное, по крайней мере. То есть получается где-то один к трем. Если говорить про бронетехнику, где-то один к трем получается. Может быть даже больше, чем к один к трем. Для немцев Сталинград... Это показатель того, что оборона русских растет семимильными шагами. И танки явились... Рассматривалось руководством Рейха и лично Гитлером как средство решения задач летней кампании. Это первое. Второе. То, что были накоплены... Советской стороной были накоплены существенные резервы, немцы знали. Но сколько... Никто не представлял. По документам, которые сейчас стали доступны для исследователей, трофейные документы, и в том числе из Национального рахива США, это немецкие документы, там четко просматривается. Немцы представляли себе достаточно очень подробно, где, что находится и какие силы в пределах фронта. То есть Воронежский фронт, Центральный фронт. Очень подробно, в деталях... А резервы они не знали? Оперативные резервы, то есть фронтовые, знали. Они знали, где каждый батальон стоит, на переднем крае. Но они очень смутно представляли, знали, что есть стратегические резервы. Где-то там под Воронежем. На Дону. Но что это? Никто не представлял. И когда эта лавина в степной военный округ, в стратегический резерв подошел... С двумя тысячами танков. Да. И там с полумиллионом личного состава. Для них это был шок. И этот шок даже аукнулся после войны. Почитайте воспоминания Монштейна. Он пишет, мы рассматривали русских под Курском как гидру. Только отрубишь одну голову, на его месте сразу вырастают две. Две или три, да. Мы не представляли себе. Идут дивизии лавиной, одна за одной. Дивизии обескровленные. На их место строят две дивизии. Танковые корпуса подходят. Мы... И он, кстати, их зубы все-таки признал. Мы не ожидали, что советское командование в этих условиях продемонстрирует такую организацию выпуска военной продукции, комплектование личного состава войск и вообще создание... Маневрирование, переброска, обеспечение. Да, да, совершенно верно. То есть, это написал фельдмаршал Монштейн в 50-е годы. Валерий, мы уже очень хорошо представляем себе соотношение численных сил. Давайте теперь поговорим о качественном соотношении. Что, чем располагало немецкое командование в части бронетехники и чем располагало советское командование? Можно ли сказать, что их техника была лучше? Допустим, их было меньше, но она была лучше. Или уже к 43-му году наша техника, и не только техника, я еще вот один момент, про который вы тоже обязательно расскажите, но и подготовка боевых экипажей. Вот если качественную сторону сравнивать, то есть саму технику и подготовку боевых экипажей, включая боевой опыт, организацию и так далее, вот расскажите, как бы вы охватилизовали соотношение сил? Дело в том, что для наступления на Курск немцы стянули самые боеспособные части соединений, которые были. С наибольшим боевым опытом. Да. Ну, по опыту там, конечно, можно поспорить, но это, по крайней мере, на юге действовали самые мощные и хорошо подготовленные корпусы СС с моторизованными дивизиями, Великая Германия. Это очень мощное соединение и опытное. Это они прошли по нашей земле, не только что переброшены были. Вот, мы имели большой опыт. Но бронетехники этим соединением и на севере, и на юге не хватало. Немцы не смогли довести все танковые дивизии даже до штата. У нас были штат и сверхштаты, например, танковые и резервы. У немцев этого не было. Я говорю, обычные строевые танки. Потому что экономика Германии, промышленность Германии оказалась не в состоянии к лету 43-го года укомплектовать свои дивизии. Дать необходимые действующие армии силы и танков, и штурмовых орудий. То есть, самоходы, они остались не в состоянии. Те запланированные показатели, что касается новой, в ходе Курской битвы были использованы три типа новинок германского автопрома. Танкопрома, это «Тигры», Т-6, Т-5 «Пантера» и самоходные артиллерийские установки противотанковые «Фердинанды». «Фердинанды» – это нежеланный ребенок танковой промышленности. То есть, в 43-м году был объявлен тендер на проектирование и изготовление тяжелого танка. И победила другая фирма. А вот танки на базе «Фердинанды» остались ходовые части. Вот на базе этих ходовой части бывшего «Тигра» сделали самоходку для того, чтобы экономные, если по немцам, то экономные, потому что война – это очень дорогое дело. Не то слово. И для того, чтобы не утилизировать, куда же надо пристраивать эти 100 шасси. Вот они их самоходочкой слепили и направили в бой. Вообще, у военных, да вообще, у человека, экономного человека, который что-то собирается делать, он сначала ставит задачи, а потом по этой задачи подбирает инструмент. Плотник, монтажник, и военный тоже. А здесь получилось наоборот. Сначала инструмент изготовили, а потом под этот инструмент начали подбирать задачи, которые бы можно было ими решать. Самоход «Фердинанд» был тяжелый, 68 тонн. Да, мощный, у него 7-метровый ствол был, она могла снести шапку любому нашему танку, который находился на расстоянии полтора километра и так далее. Но сразу возникли проблемы. Она ввязла в наших черноземах, курских. Ну, вначале возникли проблемы с транспортировкой. 68 тонн, это необходимые специальные платформы. Платформы начали ехать, начали планировать, а где эти мосты, через которые может ехать такая платформа с такой махиной. Перебросили, ну, все нормально вроде бы. Потом начали вопросы, там стояли двигатели, у них голос, в кавычках, был такой, что в тихую погоду он был слышен. Да, работа двигателя была слышна официально. Немцы писали на 30 километров. Ничего себе. Поэтому при сосредоточении к переднему краю Фердинандов делали... Там гремело все так? Специально вызывали эскадрилью. Чтобы заглушить. Да, чтобы самолеты летали, и этот голос был заглушить. И когда подтягивали, а ее же подтягивали, и Фердинанды, вот два дивизиона этих Фердинандов, значит, подтягивали к переднему краю несколько суток. И каждый раз, ночью, когда начинает выдвигаться колонна, специально для маскировки, поднимали в воздух самолеты, там они летали, гудели для того, чтобы гасить. Но вот сто штук, это существенный был фактор в самом сражении? Сто штук, это немного? Нет, нет. Это больше, может быть, шума было, чем... Да, да. Это еще очень важный психологический момент. Потому, что массированное применение немцами на отдельных участках танков породило, особенно вот это касается... Оно везде, но особенно вот в 43-м году под Харьком, на Харьковском направлении, породило в войсках Воронежского и Юго-Западного фронта танкобоязнь. Советское командование это понимало. И всю весну, и лето специально были... То есть, они вызывали страх? Страх. Физический страх просто. Да, да, да. Когда на тебя идет колонна вот этих... Махина идет. Махина, да. Да, а необходимо было воспитать в человеке... Не то, что он видит, что едет, он боится. Он должен сидеть в окопе, пропустить через себя танк, подняться, бросить гранату. Как мы много раз в фильмах видели, да, связку гранат и уничтожить его. Он должен бороться. Не просто не бояться. Он должен, может быть, и бояться. Но он должен сидеть на месте, ломать себя. А вот, возвращаясь к двум другим типам, про Фердинанд мы сказали уже, а вот Тигр и Пантера, сколько их было и какую роль они сыграли? Ну, в двух армиях четвертой танка в армейской группе войск Кемпф, значит, с юга, которые наступали через Воронежский фронт, всего к началу боев числилось 1464 танка из штурмовых орудий. Из них, касается Тигров, в четырех дивизиях были четыре роты по 14, это 52, и отдельный тяжелый батальон Тигров, это 45 машин, получается 90-107. То есть, 100 Тигров на всю Курскую дугу? Нет, это на юг. На юге. И на севере? И 45 на севере. 150 Тигров? Всего. Хорошо, я напоминаю, что мы сегодня говорим о символе Курской дуги, так уж вышло, что символ Курской дуги – это танки, и мы говорим о танках с Валерием Замулиным, историком из города Курска, с которым мы уже на протяжении этого года рассказываем про сражения на Курской дуге. Сейчас мы прорвемся буквально на пару минут на новости, и сразу после короткого выпуска новостей мы продолжим рассказывать про Курскую дугу и про танки. Сразу продолжаем. Ещё раз добрый вечер. Это снова в эфире программа «Цена победы». Я её ведущий Владимир Рыжков. В гостях у меня историк из Курска Валерий Замулин. Мы сегодня рассказываем про танки. И мы остановились на том, Валерий, что из 1400 танков и самоходных орудий, которые были у гитлеровцев на момент начала Курского сражения… На юге. На юге и на севере. Значит, было, грубо говоря, 100 тигров на юге и 45 тигров на севере. Да. И по «Пантерам». Сколько было «Пантер» в распоряжении? Значит, «Пантер» было 204. Это была бригада, так называемая, 10-я танковая бригада «Пантера». Где они были? Всего это было 204 «Пантеры». Значит, два батальона, по 96 машин плюс штабные. Значит, изначально «Пантеры» предназначались для использования на севере. То есть, модулю 9-й армии. Против Рокоссовского. Да, против Рокоссовского. Но в второй половине июня Гитлер своё решение аннулировал и направил эту бригаду на юг против Ватутина. Одной из причин этого было то, что, во-первых, значение южного участка наступления было выше. Плюс здесь командование 4-й танковой армии ГОТА считало, что использовать можно «Пантеры», вот единым компактным, да, более удачно можно использовать, чем на севере. Это решение модуля протестовал, потому что у него и так танков не было. Последние вот эти танки прорыва, так сказать, у него забрали. Но бригада была спешно сформирована. Экипажи были подготовлены плохо. Учения по отработке взаимодействия внутри батальонов и между батальонами практически не проводились. И, главное, они знали, по большому счёту, как их использовать. Так опыта не было. Опыта не было. И была допущена серьёзная ошибка. Ошибка была допущена в том, что всю бригаду сконцентрировали в руках командира одной дивизии. Великая Германия. Значит, у Великой Германии свой танковый пол, больше ста машин был. Плюс… Ещё 200 «Пантеры». Да, то есть, там махина была больше 300 боевых единиц. Самоходки. И сконцентрировав, да ещё не учли, что бросили 300 боевых машин на участок, где была заболоченная балка, минные поля, инженерное укрепление местности было в советском командовании проведено в высшей степени тщательно. В результате первый день наступления, первый день комом, и бригада «Пантер» ничего не сделала. Упёрлись вот это все 300 танков в оборону в районе Черкасского, Черкасская Коровина и стали. Сутки село брали, вот эта огромная машина, сутки брала село. Мало того, техника «Пантера» была техникой новой, недоведённой до ума. Да, обладала так называемыми болезнями роста, детскими болезнями. Ломалась, короче говоря. Да, очень. В результате получилось, что уже 7-го числа немцы могли использовать их с 200. Мало того, что они в первый день уже часть «Пантер» налетели на минные поля, подрывы и так далее. Погиб в ходе штурма в село Черкасского, погиб командир батальона. Это уже большой человек, учитывая, что не было опыта командования таким соединением. Сразу командир батальона погиб. И 7-го июля уже немцы могли использовать реально примерно 45 единиц бронетехники. А в последующие дни… Четвёртую часть из того, что было. А в последующие дни, по-моему, 10-го, 12-го, не больше 16-18 в бой. Валерий, почему возник вот этот устойчивый миф, связанный с «Тиграми» и «Пантерами»? То есть, вот любого школьника, вообще любого россиянина спроси, вот что ты знаешь про немецкие танки? Он тебе сходу скажет «Тигры», он тебе сходу скажет «Пантеры», и всё это овеяно таким ореолом какой-то чудесности, что это какие-то были чудесные машины, которые могли совершать какие-то совершенно невообразимые вещи. Вот и Гитлер, как я могу понимать, ставил на них большую ставку. Раз в живой силе у них преимущества не было. Бригада это была, детище его. Объясните нашим слушателям, почему вот такая делалась ставка именно на «Тигры» и «Пантеры», хотя их всего-то навсего было, как мы выяснили, в сумме 350 штук на всю Курскую дугу. И почему делалась такая ставка, и почему они овеяны таким ореолом? В чём было их такое преимущество против нашей техники, скажем? Во-первых, это заслуга, прежде всего, работы ведомства товарища Геббельса. В кавычках, это наш товарищ. То есть, чисто пропагандистская раскрутка. Да, очень важно. Перед Курской битвой была очень мощная пропагандистская кампания, направленная на то, чтобы поддержать дух войск. Хорошо, но наши-то солдаты не смотрели кино, которое снимал Геббельс и наши офицеры. А ведь это овеяно вот таким ореолом, в том числе и в нашей исторической памяти. Вы знаете, массированное использование немецкой бронетехники с начала Великой Отечественной войны, особенно в 43-м году, что касается против войск Воронежского фронта, оно было, во-первых, очень профессионально. А во-вторых, немецкая бронетехника, немцы использовали, не размазывали технику. Но если они использовали танки, то танки достаточно эффективно использовали. На тех участках даже были моменты, когда они выбирали, вот там есть противотанковая оборона мощная, здесь не очень. Вот сюда мы будем использовать. Не будем подставляться. Да, не будем. И это породило вот эту танкобоязнь в войсках. И для борьбы с этой танкобоязнью наша сторона тоже использовала вот это средство. Распечатывали специальные листовочки, инструкции, как бороться с новыми танками, Тигр, Пантера и так далее. То есть, с одной стороны, немцы... Восхваляли. Да, да. Они разбрасывали первые листовки, говорили. А с другой стороны, наши тоже. А с другой стороны, наши старались им противодействовать и научить людей... Рационально воспринимать. Рационально. И подходить рационально. А если брать не психологию и не пропаганду, и не контрпропаганду, а если брать чисто техническую военную сторону дела, действительно ли они были настолько хороши, эти «Тигр» и «Пантеры»? Да. Танк «Тигр» был... То есть, в чём они превосходили нашу технику? Во-первых, основным. Бронированием и пушкой. У «Тигра» было 80-миллиметровое орудие. То есть, это зенитка, которая прекрасно работала. И «Пантер» было 76, тоже длинноствольное орудие. И все они устойчиво уничтожали наши танки, любые к тому моменту, на расстоянии от километра. А наши? От 500. И не каждый снаряд... И не каждый сходу преимущество, что когда он попадал, он уничтожал. Да, плюс оптика. Если оптик... А у немцев был замечательный прицел. И поэтому вот это самое. И эти танки не рассчитывали... Ну, можно сказать, что это танки прорыва. Это очень важно было, потому что уже к Маю... То есть, они не могли закрыть, их просто было физически мало. Они не могли закрыть широкую полосу фронта. Они должны были решить, что у нас это тоже прорвать. В конкретном месте пробить, прорвать, и потом туда пошла бы пехота и так далее, они могли. На это был расчёт. Потом обычные танки шли. Ведь способ использования как? Идут прорывы. Идут тигры. Или пантеры. Да. Ну, в основном тигры. Тигры. И идут тигры и штурмовые орудия. Потом они пробивают брешь. За ними идут Т-4, Т-3, брендранспортеры с пехотой. Вот всё пошло-пошло-пошло-пошло. Начинается распространение в тылу обороняющихся, выход на оперативный простор. Понятно. То есть, это тигры и пантеры, они мыслились с германским командованием как бронированное остриёк клиньев боевых. Они должны были пробить оборону, которую к июлю 43-го года командование и на севере немецкое, и на юге страшило в какой-то степени. И наши, соответственно, тоже готовились, потому что у нас преимущество артиллерии. Раз у вас тигры, то у нас артиллерия. И мины. И мины. То есть, мы вам будем ставить минные заслоны, и мы вас будем калашматить артиллерией. Совершенно рациональный подход. Да. Советская команда, кстати, выработала достаточно эффективные средства остановки вот этих танковых клиньев. Это чёткое взаимодействие, увязка местности, минных полей и огня артиллерии. То есть, наши понимали преимущество немецкой бронетехники и прорывной, и не имея такой же бронетехники на тот момент, разработали адекватную контрборьбу. А именно, минные поля, использование рельефа местности и мощный артиллерийский огонь. Да, да, да. Противотанковый. Именно противотанковый. Да, да, противотанковый. Ну, когда дошло дело, что боевые действия, в частности, вот на Воронежском фронте, шли уже внутри обороны, там и гаубицы использовали 152-миллиметровые. И эффективно. Ну, если снаряд этой гаубицы попадал в башню у Пантеры, там слетало, ну, огромный 45-килограммовый снаряд, представляете, летит. Тут еще вот важный момент. Несмотря, оба танка были качественные, их довели, но... А они появились именно в 43-м, да, в 42-м еще не было? Тигры появились в 42-м. Первые тигры уже в 42-м... Ну, это единичные, видимо, были, да? Да, и под Ленинградом образцы танков тигр были захвачены, наши обстреляли, знали, что такое тигр. А Пантер не было, Пантеры были свежие, их вообще в войсках вермахта до июня месяца, второй половины, вообще не было, их никто не знал. Вот, ну, поэтому флёр какой-то определённый за ними шёл. Легендарный. Да. Чудо-оружие, как Гильдин любил говорить. Да, я вот опять вернусь, почему мы говорим, и наши, как вы говорите, школьники могут сказать, что... Ну, да, да, это же такие легендарные танки. Вот даже Карен Шахназаров снял фильм про белый тигр. Да, то есть это же не на пустом месте берётся, да? Это же действительно легендарное оружие, которое обросло огромным количеством мифов каких-то. Да, вот я хочу подчеркнуть, легендарный, то есть легендами. Да. Значительную роль в этом сыграли и наши политработники. Они ведь выпускали, политорганы наши выпускали листовки, газеты, беседы проводили, как надо бороться с тем, что не надо бояться. Это такие же танки обычные. Было такое, что и придумывали подвиг. Там подбили Т-4, например, экранированный танк, обычный танк, но с экрана. Подбили артиллеристы успешно. Вот, значит, выпустили листовку, подбили тигр. Вот, ребята, давайте бороться, не надо трусить. Это обычные танки, их можно косить. В общем, не то, что косой, но можно с ними бороться успешно. Но политорганы были нацелены на что? На моральное, на формирование морального здоровья. Из нашей стороны такие же были политорганы, которые решали те же самые задачи. Естественно. И вот от отгласы вот этого противодействия психологического и пропагандистского противодействия с обоих сторон, но мы не можем не рассказать и про наши танки. Вот, чем мы располагали, по количеству мы уже знаем, да, что там 6 тысяч на начало, всего 10 тысяч, вы сказали, было задействовано в ходе этих двухмесячных сражений. Значит, чем мы располагали, в том числе в качестве, во-первых, с технической точки зрения, во-вторых, с точки зрения подготовки к экипажам. Мы были равны немцам в этом отношении? Значит, основным танком, который использовали наши подвижные соединения и части, это был Т-34-76. Что это значит? Это короткая 76-миндровая пушка. К тому времени этот танк уступал основной части бронетехники, которую использовал противник в ходе операции полковой цитадели, затем полковой срумянцев, кутузов и так далее. То есть, он уступал не только «Тиграм», «Пантерам», но уступал и массам. Да, потому что и Т-4, и Т-3, которые, ну, Т-3 не той степени, вот Т-4 с длинной 75-миндровой пушкой. То есть, он уступал в чем? Он уступал в дальности стрельбы, в точности стрельбы и в огневой мощи, в вооружении уступал. Да, прежде всего в вооружении. И за счет этого противник, немцы уже начали переоснащать свои танки новым орудием, длинным, длинноствольными орудиями, уже с 1942 года. О том, что один из, мы потеряли официально, что больше 6 тысяч танков в ходе Курской битвы. Это очень много. Да, и одним из важных факторов того, что были такие потери, не только провалы в командовании, неправильное использование, были не то, что Т-34 и Т-70 легкие, которые использовались также, это был на втором месте находился по использованию Т-70 танк, что эти танки не отвечали требованиям боя, не в полной мере отвечали требованиям боя. И уже в августе 1943 года Ротмистров, кстати, там был разбор о том, что же произошло. Командующей танковой армии. Да, 5-й гвардейской танковой армии, когда встал вопрос о том, что произошло под Прохоровкой и почему такие потери, то он написал письмо, по-моему, 20 августа Жукову, представителю ставки, и он сказал, что сегодня Т-34 не отвечает требованиям боя, и мы просим потребовать от советских конструкторов удовлетворить просьбу. То есть там, видимо, не только огневая часть, но и броневая часть. Да, там еще другой вопрос. Т-34 имел экипаж 4 человека. Командир танка выполнял функцию командира танка и заряжающего. То есть перегруженность командира... Ну да, то есть ты должен либо смотреть на поле боя и принимать решения, либо ты должен снаряд пихать в пушку. Плюс бронирование необходимо было повысить. И то, что мы говорим, вот часто говорят, Т-34 лучший средний танк 2-го мировой войны. Если это исправедливо, то это относится к танку Т-34-85, который вышел в конце, был поставлен на вооружение Красной армии в конце 43-го года, в декабре. Уже после Курской дуги. Да, то есть Курская дуга, если для немцев шоком был и таким толчком к созданию, во-первых, перевооружению имеющихся танков и созданию новых тяжелых танков, был Барбаросса и то, что было связано с событиями 41-го года. Они сразу в 42-м году начали этим делом заниматься. То для нас, мы понимали, и до Курской битвы было понимание того, что танк Т-34 надо модернизировать, нужно новую пушку ставить. Там проблемы были с пушкой в основном. Но когда мы потеряли 6 тысяч танков, это был мощнейший толчок для того, чтобы срочно, не просто думать, а срочно создавать средний танк с хорошей пушкой и хорошим бронированием. И такой танк был создан. И тут же, этой же осенью 40-го... Это очень важно. Нужно различать Т-34 лета 43-го года и Т-34 44-го года. Да, это два разных танка, по сути дела. По огневой мощи и по защите. Да, и по орудию, и по количеству членов экипажа. Это очень важно, функционально. Потому что командир танка – это одно. Но на танке же ездили командиры подразделений, командиры рот. Они же тоже должны были отдавать приказы, контролировать поле боя, решать задачи, думать, как решать задачи, а не как в казённик загонять снаряд. Осенью, в том числе и под влиянием Курска, вот событий под Курском, появились и у нас новые танки, новый тип танка. Ну, он был, КВ тяжёлый, да? Потом его сняли с производства, а на его место поставили более совершенную машину – это ИС. ИС-1, потом ИС-2, которые вот с этим… Это наши аналоги «Тигров», так можно сказать? Ну, да. Тяжёлый танк. Да, более совершенный. Он был не только тяжёлый, он был более совершенный. И были учтены особенности, опыт боёв под Курском. И вот вообще перед Курском наша Красная Армия была проведена такая военно-политическим руководством, была проведена как-то модернизация армии. И это и по Штату, и по форме, по системе обучения личного состава, модернизирование формы, новые воинские формирования начали создаваться, то есть, артиллерийские корпуса прорыва и так далее. И вот до совершенствования, да, то есть, шло-шло совершенствование, до совершенствования вот этого инструмента освобождения нашей страны, Красной Армии, было завершено, то есть, было завершено в конце 43-го года, когда появились вот эти новые танки для танковых армий, для танковых корпусов, которые мыслились и представлялись, и справедливо представлялись, что это важнейший элемент ведения боевых действий. Валерий, мы уже сказали об огромных потерях Красной Армии, 6 тысяч танков, самоходных орудий, это гигантские потери. А что немцы потеряли? Это тем более важный вопрос, что, как мы с вами уже говорили, мы-то имели еще много чего и где, да, а немцы собрали практически все, что могли. Вот что у них было с потерями бронетехники? И тут, видимо, надо еще делить восполнимое и невосполнимое, то есть, что-то они потом отремонтировали, а что-то было навсегда потеряно, да? Вообще, потери, это вопрос очень сложный. Это и касается личного состава, и касается бронетехи. С точки зрения анализа и подсчета, да? Да, это у нас проще. У нас, во-первых, учет был проще, несмотря на то, что, как бы, мы говорим, ну, некоторые исследователи, я, кстати, поддерживаю их, что наша сторона в донесениях с поля боя преувеличивала и приукрашивала больше, чем немцы в оперативные документы. В какую сторону приукрашивала? Прятала потери или, наоборот, раздувала? Мы, если почитать донесения войск Воронежского центрального фронта, в которых было написано, сколько подбито тигров и пантер на Курской дуге, то их не только в природе столько не было, их вообще невозможно было, эта германская промышленность не могла столько вы... В разы завышали потери противника. Да, уже командующий... То есть, на эти данные невозможно ориентироваться? Невозможно. Уже в августе командующий артиллерией Красной армии маршал Воронов писал, что те данные, которые пишут... Ну, например, штаб Воронежского фронта сообщил, что... Потом эти цифры, конечно, говорили, что это не так. Но сообщил, что войска его в ходе летних боев, вот отражение удара на Курск, были уничтожены 450 тигров. Из всего было 150. Да, вот такие. Что касается... Но все-таки плюс-минус. Мы же можем примерную хотя бы оценить. Немецкая сторона у немцев была... Такая система учета, что, поверьте, я сейчас не могу с уверенностью сказать, сколько немцы потеряли. Не знаю. Я не знаю, сколько немцы потеряли точно. То есть, не знаю, это, значит, и вот документ, в котором написано... Тем не менее, когда мы говорим, что они понесли колоссальные потери, мы же на что-то опираемся? Мы, историки, обычно в такой ситуации опираются на штатную численность танковых дивизий. И вот после Курской битвы штатная численность дивизий резко пошла вниз. Почему? Потому что значительная часть пополнения немецких танковых дивизий, в частности, в 43-м году, это был ремонтный фонд. У немцев батальоны, вот ремонтные батальоны, подразделения ремонтные народы, батальоны работали идеально. Ну, относительно нас. Ну, то есть, сломалась машина или подбили машину. Да, очень хорошо. Налетели, отремонтировали, а она снова пошла в бой. Они хорошо были комплектованы техникой для ремонта. Запчастями. Тягача. У нас не было штатного тягача, понимаете? Чтобы вытащить. Чтобы вытянуть подбитую машину. А те немцы тоже линейными машинами вытягивали и в условиях. Но не было, понимаете? А у них были, у них были и оснастка была лучше, и система, у них, как и у нас, да, они работали, у них работали рабочие с заводов. И вот после Курска, и к концу Курской битвы, сразу после, вот в сентябре, численная, штатная численность танковых дивизий резко упала. Потому что в ходе, во-первых, Курской битвы, Курской обернительной операции были значительная часть танков выведены из строя, а в ходе наступления, в частности, вот Белгородская и Харьковская операция, были захвачены ремонтные базы и сборные пункты... Вместе с объектами ремонта. Да. То есть, фактически они потеряли и в штуках, и в возможности. Да, и возможности восстановить. И в результате вот это, конечно, сыграло очень существенную роль. Можем мы, вот сейчас уже подходя к концу нашего разговора и резюмиры, можем мы сказать, что в той же мере, в какой победа под Курской дугой сломала хребет в целом, вермахту, в той же мере был сломан хребет и бронетанковые частями. Абсолютно. И после этого они уже не восстановили даже части той мощи, которую они располагали. Об этом открыто сказал Гудриан в своих воспоминаниях, что мы под Курском лишились по крупицам собранные бронетанковые части. После Курска мы уже не смогли довести наши войска даже до того уровня. им были вынуждены вот собирать в группу вот танковые дивизии там штопать и так далее. То есть, в этом и состоял коренной перелом в войне. Не только в разгроме, скажем, там, боеспособных частей СС и же потерях живой силы, но коренной перелом состоял еще и в подрыве самой возможности Германии восстановить свои бронетанковые части. Да. Коренной перелом это прежде всего нанесение противнику невосполнимых потерь, которые он не мог восстановить потенциально. Спасибо огромное Валерию Замулину за очередной очень яркий рассказ. Сегодня мы говорили о танках на Курской дуге. Я благодарю нашего гостя. Валерий, спасибо. Спасибо вам. А мы с вами услышимся ровно через неделю.